И снова здравствуйте! Я Александр Ломаев с очередной порцией полезной информации. Старинные здания в аренду за 1 рубль. Это не розыгрыш, а инициатива городских депутатов. Речь идет о старинных зданиях, которым грозит разрушение. Такие объекты культурного наследия решено сдавать в аренду на долгий срок по льготной цене, при условии, что арендатор в течение пяти лет за свой счет это здание восстановит. Самое интересное в том, что пока ремонт не будет закончен, арендные платежи исчисляются из рыночной стоимости объекта, а после этого по льготной цене 1 рубль за 1 квадратный метр. Предложение будет рассмотрено на заседании Думы уже в ближайшее время. Тотальная проверка на трезвость. В Самаре прошел рейд ГИБДД «Контроль трезвости». Только за первый час работы выявили 15 нарушителей закона. Для этого сформировали экипажи дорожного регулирования, преследования и выявления административных правонарушений. Печальная статистика ГИБДД гласит, что только за пять месяцев этого года инспекторы зарегистрировали 186 нетрезвых водителей и 519 отказались от медицинского освидетельствования. Муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения уже показала свою эффективность. В несколько раз снизилась смертность на дорогах. Несмотря на это, правоохранители все равно продолжают выявлять водителей, нарушающих закон. Лето в разгаре. В Самаре во всех городских детских лагерях проходят профильные смены. Одна из самых ярких, посвященная году театра в России, разукрасила будни лагеря «Союз». Сейчас это современный детский оздоровительный центр с самой большой площадью – 13 гектаров. Ежегодно здесь проходят городские профильные смены. В театральной смене участие приняли воспитанники 11 городских учреждений. Среди самой творческой молодежи не только актеры и музыканты, но и спортсмены и даже ребята с военно-патриотической подготовкой. К концу июня завершают работу все 185 пришкольных лагерей. В загородных комплексах жизнь бьет ключом. Там уже отдохнули более трех тысяч самарских школьников и впереди еще много профильных смен. Поделиться знаниями со всем миром. В Самарском университете запустили 15-ю летнюю международную школу для будущих покорителей космоса. Магистры и аспиранты будут заниматься разработкой наноспутников и проведением космических экспериментов. Формат школы делится на два направления. Первое – теоретическое. Здесь студенты изучают вопросы динамики полета, навигации и управления космическими аппаратами. Второе направление – практическое. Оно направлено на получение навыков моделирования и проектирования с использованием современных компьютеров. В конце школы участники будут защищать проекты по созданию четырех типов наноспутников для решения разных задач. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу события на телеканале Самара ГИС. Всего вам доброго. До свидания.